Как будут работать казахстанские транспортные компании в условиях Евразийского Союза? Об этом сегодня говорили на брифинге службы центральных коммуникаций. Во-первых, необходимо согласовать транспортную политику трех стран, считают эксперты. Этапы либерализации будут обозначены в специальных договорах. В них пропишут, как, когда и в какое время будут открываться рынки транспортных услуг. Кроме того, ожидается рост конкуренции между самими производителями трех стран. Тем не менее, по словам замдиректора Департамента национальной палаты предпринимателей Айгуль Коныртаевой, почти в шесть раз увеличился экспорт тракторов и в четыре раза экспорт грузовых автомобилей из Казахстана в страны Таможенного Союза. Говорить о резком увеличении присутствия российских и белорусских поставщиков в государственных закупках Казахстана, это преждевременно. Россия и Белоруссия, мы интересны прежде всего как потребители промышленных товаров. Это расходники для горнодобывающей, нефтегазовой, сельского хозяйства и других отраслей. И исходных материалов – это металлопрокат, чугун, ферросплавы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова